Рассмотрим результаты логистической регрессии, мультинамиальной логистической регрессии. Контрольной группой мы выбрали, так же как и для логовинейного анализа, людей с выраженным протестным потенциалом. Сначала мы попытались вместить в модель не только сами предикторы, но и нумерные эффекты, состоящие из этих предикторов. Однако, к сожалению, регрессия не справилась с этой задачей и процесс был остановлен. После чего мы поместили в модель только, собственно, главные эффекты, то есть непосредственно сами предикторы. Мы использовали функцию отбора предикторов, а именно Backward Log Likelihood Ratio. И в результате были отсеяны почти все предикторы, кроме одного. Вот, собственно говоря, два шага. На первом шаге все введены в модель. На втором шаге почти все из модели удалены за исключением одного предиктора, а именно уверенности в завтрашнем дне. К сожалению, качество модели при такой... Качество такой модели достаточно низкое. Большое отклонение по Log Likelihood от нуля. Очень низкая прогностическая способность. То есть модель все время предсказывает только самую многочисленную группу, то есть людей с наименьшим протестным потенциалом. Остальные категории она вообще не предсказывает. Ну вот, что касается, собственно говоря, влияния предиктора. Крайне низкая уверенность в завтрашнем дне сочетается с более высоким протестным потенциалом. Соответственно, вторая категория уверенности в завтрашнем дне. То есть прочие, больше уверенность в завтрашнем дне. Она ведет к... Она, соответственно, у нас заключена в константе в каждой группе. Она ведет к увеличению вероятности появления более низких уровней протестного потенциала, чем в контрольной группе. Ну, соответственно, самая большая величина характерна именно для наименьшего потенциала. Таким образом, логистическая регрессия позволяет построить очень некачественную модель с одним всего лишь предиктором. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!